Всем привет, с вами Территресурс Мегаобзор.ком и сегодня на 100 тестах новый корпус от компании Thermaltake Versa J25 Temporal Glass. Он уже появился в российских магазинах, его более подробные характеристики и цены представлены по ссылке в описании к этому видео. Это, кстати, его первый подробный тест, надеюсь, он будет для вас интересен и полезен. Комплект включает пластиковые стяжки, рамку для блока питания, набор винтов для сборки и инструкцию по сборке. Thermaltake Versa J25 Temporal Glass вышел в двух версиях, с тремя подсветящими вентиляторами и без них. У нас на тестах базовая версия, укомплектовать ее в последующем сможет сам пользователь под свои требования и задачи. Основная стенка корпуса выполнена из закаленного стекла. Оно цельное по периметру тонированная окантовка. Крепится при помощи двух винтов с накатанной головкой. Сам выбор в пользу закаленного стекла в этом самом сегменте не характерен. Чаще всего используется акрил, он подвержен появлению царапин. Большую часть площади верхней стенки занимает вентиляционная решетка. По два, 120 или 140 мм вентилятора. В этой зоне установлен съемный противополевой фильтр с магнитным креплением. На панели разъема выведены два скоростных USB 3.0, пара аудиоразъемов, два светодиодных индикатора, кнопки перезагрузки и включения. Центральная часть фронтальной панели Thermaltake Versa J25 Temporal Glass из полупрозрачного пластика. В этой зоне отлично будут смотреться вентиляторы с подсветкой. По краям вентиляционная решетка, обеспечивающая приток или отток воздуха к радиатору СВО или вентиляторам. Компоновка задней стенки классическая, с нижним расположением блока питания. Установлен 120 мм вентилятор без подсветки. 7 съемных заглушек под платы расширения. Снизу 4 пластиковые ножки с резинными вставками, обеспечивающие устойчивое расположение и отсутствие скольжения. Общий габарит у него достаточно компактный. Вес 6,2 кг. Внутреннее пространство Thermaltake Versa J25 Temporal Glass разделено на две зоны Г-образной крышкой, отделяя блок питания и жесткие диски от основной рабочей зоны. Эта же крышка позволяет спрятать все лишние провода, собрав не только производительную, но и эстетически привлекательную систему. Корзина с двумя салазками для 3,5-дюймовых жестких дисков может быть демонтировать, увеличив объем скрытого пространства. Крепится при помощи нескольких винтов. Пластиковые салазки без антивибрационных вставок. Для организации дискового пространства также доступны две съемные посадочные пластины под 2,5-дюймовые диски. Заводы они установлены на Г-образной стенке. В дальнейшем можно будет перенести на обратную сторону поддона материнской платы. Под держу установка материнских плат до ATX формата включительно. В районе сокета большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора. Есть место под башенную систему охлаждения высотой до 160 мм. Видеокарты длиной до 330 мм. Блоки питания до 160 мм. Включая источники питания с модульным кабельным менеджментом. На передней стенке расположены посадочные места под 360 мм радиатор СВО. Один 120 мм можно будет поставить на задней стенке. Три 120 мм вентилятора и два 140 мм вентилятора на фронтальную стенку. Два 120 мм и 140 мм вентилятора на верхнюю стенку. Точнее тут идет выбор. Или 120 или 140. Один 120 мм вентилятор на заднюю стенку. Как можно видеть, организованное охлаждение здесь достаточно хорошо. Как и доктор Малтек версии J25, темпер глаз недорогой и интересный корпус со стенкой из закаленного стекла. Это решение подойдет как под эффектную и высокопроизводительную игровую сборку, так и под домашнюю рабочую станцию. Предлагается хорошая возможность организации воздушного охлаждения. Достаточно места под аккуратный кабель менеджмент. Тонированная фронтальная стенка, съемный полевой фильтр, широкая совместимость с компонентами, не устроить могут ограничения по количеству устанавливанных накопителей и отсутствие полевого фильтра на фронтальной стенке. С удовольствием обсудим с вами корпус термалтек версии J25T. Проглаз в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.